Тщательно контролировать расходование каждого тына кредитных средств, выделенных донорами, проводить мониторинг работы глав МСУ и различных ведомств – все это осуществляется посредством национального диалога по региональному развитию. В этом году масштабное и значимое мероприятие планируется провести 4-5 марта с участием президента Сорумбаа Джимбекова и премьер-министра Мухаммед Калыя Аблгазива. На прошлом форуме перед участниками была поставлена задача повысить качество жизни граждан и потенциала регионов. Немало внимания было уделено и привлечению инвестиций. Об итогах первого национального диалога по региональному развитию расскажет Кундус Кадатаева. Развитие регионов, улучшение инфраструктуры в отдаленных местностях, обеспечение населения чистой питьевой водой. Эти и многие другие актуальные вопросы поднимались на первом национальном диалоге по региональному развитию. По итогам прошлого форума были определены основные задачи, которые многие из них сегодня уже притворены в жизнь. К примеру, по итогам прошлого года 99% школ в отдаленных регионах получили доступ к всемирной паутине. В этом не осталось стороне и местной администрации. Так, из 450 Ай-Люк-Мэту в 375 был проведен интернет. Немало внимания здесь уделялось и привлечению инвесторов. Так, львиная доля финансовых средств была направлена на реализацию региональных проектов. Был определен преференциальные населенные пункты. Если бизнесмен или инвестор открывает свой бизнес именно в регионах, то данный бизнесмен освобождается на пять лет от четырех видов налогов. Это налог с продаж, налог на прибыль, налог на землю и налог на имущество. Данный форум стал переломным для страны. Без развития регионов невозможно достичь развития государства. В целом, утверждают эксперты, поскольку многие проблемы, которые есть на сегодняшний день, связаны именно с регионами. К примеру, та же проблема миграции. Большая часть мигрантов, которые уезжают за границу на заработки, это жители отдаленных районов. Так, с началом своей деятельности президент уделил особое внимание развитию регионов, что очень своевременно, считают эксперты. Проблема, которая долгое время оставалась вне поля зрения, наконец было взятого внимания. Я думаю, что здесь все вполне логично, что президент делает основной акцент именно на, в первую очередь, региональном развитии. Конечно, многое будет зависеть от того, насколько у государства будет ресурсов. Потому что можно все написать, самые лучшие программы, но здесь уже как бы зависит от инвестиций. Это тоже надо понимать. По словам отдельных экспертов, национальный диалог стал неким катализатором в процессе развития регионов. Ведь это развитие зависит не только от главы государства, но в первую очередь от представителей местной власти. По словам экспертов, зачастую при реализации тех или иных проектов, именно нерасторопность местной власти негативно сказывается на эффективности проводимой работы. По мнению главы государства, именно посредством данного форума можно будет вести тщательный контроль в работе МСО. Ведь при проведении каждого форума будет проводиться анализ проделанной работы за весь год. Были ли реализованы задачи, какие из поставленных целей достигнуты. Так участниками форума совместно с экспертным сообществом могут обсудить все нюансы и сложности проводимой работы. В этом году национальный диалог по региональному развитию пройдет с 4 по 5 марта. Формат мероприятий в этом году иной. В первый день планируется провести семинары, которые будут состоять из различных сессий, как создание благоприятных условий для развития региональной экономики, вторая поддержка семьи и детей и третья сессия цифровой Кыргызстан. Будет включать в себя вопросы по цифровизации регионов и страны в целом. Немало внимания будет уделяться и работе местного самоуправления. Каждая сессия будет разделена на 4 подгруппы. В каждой из них будут принимать участие по 100 человек. Так все участники смогут высказать свою точку зрения относительно той или иной проблемы. Вторая тема – это управление или взаимосвязь центральных органов с органами местного самоуправления. Как улучшить? Третий семинар – это инфраструктура для развития экономики. Здесь будет обсуждаться именно, что необходимо сделать, чтобы развивать экономику. Конечно, инфраструктуру надо улучшать. Каким образом? Какие предпосылки? Вот этот вопрос будет там обсуждено. Также на предстоящем мероприятии участники воочию смогут увидеть и, как говорится, ощутить на себе современные цифровые технологии. В особенности это касается местных властей. Ведь для того, чтобы внедрить в отдаленных регионах цифровые новшества, для начала с ними необходимо ознакомиться. Так выставка инновационных технологий станет хорошим подспорьем для их дальнейшего внедрения в отдаленных уголках республики. В рамках сессии «Цифровой Кыргызстан» Госкомитет информационных технологий и связи по согласованию с аппаратом правительства и аппаратом президента планируют провести выставочные мероприятия, где участники, гости смогут ознакомиться с достижениями государственных органов, государственных предприятий и частных партнеров. И также они смогут практически опробовать те или иные цифровые продукты. На предстоящий форум были приглашены руководители 453-х аэрок Мойту и также ожидает участие мэров 31-го города республики. Не останутся в стороне и главы ведомств, представители бизнеса и финансовых институтов.